На портал Exeget.ru поступил вопрос, стоит ли опасаться числа 666, когда встречаешь его в быту, на номерах машин, например. Нужно иметь в виду, что в целом текст откровения Иоанна Богослова является чрезвычайно сложным и исключительно метафоричным библейским текстом. Иоанн, описывая очень сложные явления, говоря, например, о созерцании, о определенном визионерском опыте, используют свой обыденный, в общем-то, словарь, тот, который ему характерен в рамках жизни. И поэтому огромное количество текстов откровения нам нужно рассматривать, имея в виду вот эту метафоричность, то есть нам нужно искать, каково значение того или иного оборота. С числом 666 именно такая ситуация. В 13 главе Откровения, в 18 стихе, мы читаем. «Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое». Число его 666. Указание на необходимость мудрости и на то, что имеющий ум человек может высчитать это имя, ориентируясь на число, указывает на, в общем-то, распространенную в Средиземноморье практику, когда те или иные слова, чаще всего это были, какого-либо рода имена, зашифровывались через их числовое значение, числовую соотнесенность. Мы, собственно, знаем, что абсолютное большинство, скажем так, каких-то цифровых систем древних не обладают уникальными знаками. То есть, например, в рамках церковно-славянского счета мы видим, что для обозначения цифр используются буквы алфавита. В рамках греческого счета также используются буквы греческого алфавита. Собственно, то, что мы называем римскими цифрами, является ничем иным, как буквами латинского алфавита. Аналогичным образом это выглядело и с ивритом, где также каждому числу соответствовало определенным образом отмеченная буква. Поэтому возникает практика, которая, например, в иудаизме получает название гематрия, то есть соотнесение букв имени с их числовыми значениями и таким образом через указание числа такое как бы скрытое упоминание имени. Нужно заметить, что именно на подобного рода практику указывают и все древние толкователи апокалипсиса. Мы наблюдаем у огромного количества авторов, но, как правило, западной традиции, в восточной традиции мало толкований на этот текст. Мы видим такого рода рассуждения, когда, например, Ириней Леонский и целый ряд других авторов говорят о том, что, по всей видимости, за этим числом могут стоять следующие слова или следующие имена и перечисляют те слова, как правило, конечно, на латыни или на греческом, которые могут попадать под это числовое значение. Современная библистика считает, что под гематрией 666 преимущественно, скорее всего, скрывается выражение Нерон Цезарь. То есть это первый, собственно, римский император, который начал систематическое гонение на христианство. И свидетелем ему, скорее всего, и был Иоанн Богослов, который использовал имя данного императора, такого злокозненного гонителя христиан, для того, чтобы, да, как бы, этим образом описать вот этого грядущего зверя, грядущего антихриста. Поэтому само по себе число 666 является ничем иным, как одним из натуральных чисел, да, то есть само по себе не несет под собою никакого ни положительного, ни отрицательного смысла. Поэтому бояться его или, наоборот, любить и почитать нет никакого смысла. За ним стоит определенное слово, определенное выражение. Традиция по-разному его трактует, видит здесь разные либо имена, либо просто какие-либо существительные, но не более того. Предавать ему исключительное какое-то либо сакральное, либо мистическое значение точно не стоит. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok